Снова приветствую вас из Одессы, друзья! И мы продолжаем! Игра в финале Кубка Лиги. Билет, который выгрызли наши кубковые бойцы их кровью и потом в битвах с лондонским Челси в полуфинале, в этом эпичном полуфинале. Ну и соответственно кубковые бойцы будут играть в финале Кубка Лиги, хотя конечно где-то и чесались руки выпустить основной состав. Да, все-таки битва с Манчестер Юнайтед и финал уже шанс выиграть первый трофей. Но будет справедливо, если сыграют в этом финале именно эти ребята, которые прошли весь этот путь. Путь к Лэмбли. Ну что ж, битва с Манчестер Юнайтед. Посмотрим, что на этот раз противопоставят нам красные дьяволы. Приветствует нас Лэмбли на финальном матче Карабао Капа. Кубок Лиги. Финал. Финальный матч. Переполненный стадион встречает наших ребят. Вот они, наши герои. И вот он этот желанный трофей. Еще раз взглянем на путь команд в финал. Да, выигран был 4-3 лондонский Челси в серии пенальти в полуфинале. Не обративая внимание, какой путь прошел Манчестер Юнайтед. Ну и в принципе это нас не должно интересовать. Нас должна интересовать только игра вот этих ребят. Вот этих украинских героев. Ну что ж, поехали в бой. Погба. Погба сместился на левый фланг. Сразу, сразу проблемы. Вспоминаем мы свои проблемы. Юхим Конопля. Ну должен сегодня сыграть сверхответственно Юхим на своем фланге. Не допустить снова провалов на флангов. Ну пока я распинаюсь про фланги. Манчестер Юнайтед давит через центр поля. Криштиану Роналду. Герой, герой игры на Утрафорд, который практически вытащил игру для Манчестер Юнайтед, если вы помните. Хороший перехват мяча. Безус, нужно распорядиться мячом. Ну вот теперь уже был Безус, да. Буяльский. Передача на Сидорчука. Нужно немного развернуть игру во фланг. Хорошая передача. Ну вот Конопля уже в атаке. Предлагает... Ну Юхим, ну плохая передача. Нужно бороться за этот мяч. Снова передача в атакующую линию. Манчестер Юнайтед. Идет большими силами вперед. Бруно Фернандеш на фланге. Фернандеш подает. Снова Попов. Попов навязывает борьбу Погба и удар от ворот. Сидорчук. Хорошо. Хорошо отыгрывает Сидорчук. Запускает Женю Коноплянку. Коноплянка. Смячом. Мяч под левой. Неудобно. Скидывает назад Коноплянка. Безус. Видит подключение Буяльского. Безус. Ну и тащит Дехея в ближнем углу. Шикарная атака. Увидел Безус Буяльского. На грани офсайда передача. Ну и Буяльский. И передача где-то на линию штрафной. Не удается выиграть этот мяч. Боремся. Мы как всегда боремся за каждый мяч после стандарта. Бурда разворачивается. Передача на Коноплянку. Коноплянка. Мяч под правой. Стреляет Женя. Ну неудачно. Попытка забросить завтены нашей защите. Но ребята на чеку. И в ответную атаку уже вырывается Коноплянка. Снова по своему флангу Коноплянка. Магуайр играет с ним один на один. Спустился на фланг Магуайр. Женя отыгрывает на Соболя. Соболь на Седорчука. Переводим мы атаку на другой фланг. Буяльский предлагает себя Мараес. Безус. Снова мяч у Коноплянки. Коноплянка. Ну все. Все перекрывает Манчестер Юнайтед. Своей штрафной удар блокирован. Но затяжная атака продолжается. Буяльский с мячом. Поборолся Буяльский за мяч. Коноплянка. На этот раз хорошая подача на Коноплянку. И 1-0. Шикарная. Шикарная затяжная атака. Заканчивается взятием ворот. Смотрим мы повтор этого гола. Ну и Юхин Конопляш. Конопляна. Коноплянку. Просто шикарно вырезал. Потерял. Ван Бесака. Своего оппонента. Женя Коноплянка. Ну и подрезал. Просто макушкой. Дехея не удел. 1-0. 1-0. Еще раз повторяю. Мы повели под занавес первого тайма. Это хорошо. Потому что слишком много тревожных звоночков было у наших ворот. Было тяжеловато-тяжеловато обороняться. Ну что ж. Посмотрим, что покажет Манчестер во втором тайме. И что этому противопоставит наша команда. Соболь снова на Коноплянку. Коноплянка. Пинти Дженя. Убирает мяч. Безус ищет адресата под передачу. Безус. Буяльский разворачивается. Ну-у-у. И тревая атака. Еще одну затяжную атаку. Мы устремляемся. Соболь. Ну... Хорошо по задумке, но плохо по исполнению. Ну... Какая передача. Ван Бисака находит мяч на фланге атаки. И положения в ней игры нет. И только Бурда спасает этот эпизод. Внимательно, внимательно. Нужно играть в тропной. Сидорчук встречает. Просто пушечный выстрел. Матич. Есть удар у этого парня. А у этого парня удар еще серьезнее. Да тут у всех парней есть удары. Атаковани! Геррера по флангу. Проигрывает Конопля ему. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Погба! Бурда снова на месте. Теперь нужно внимательно выходить из обороны в атаку. Мараес. Придерживаемый мяч. Не спешим. Мараес предлагает себя. Шикарная передача на жуниора. Но жуниор нужно все свои грехи отмывать и забивать этот мяч. Наконец-то. И Мараес расчехляет свою пушку 2-0. Ну, отличная передача. Ермоленко. Кажется, это был Андрей Ермоленко. Увидел он Мараеса. Также кто-то предлагал себя на фланге. Но Андрей выбрал наилучший вариант. Ну и Мараес наконец-то реализует выход 1 на 1. Сколько их он уже угробил в этом сезоне. Рашквард. Ну и Коноплянка отыгрывает в обороне. Женя. Красиво. Ветеран. Ну и уходим. Устремляемся мы в свою контратаку. Ермоленко. Ну, все перекрывают. Ермоленко немножко пофинтил. Дождался Коноплю. Ну и Конопля по флангу. Передача хорошая. Мараес вколачивает мяч в ближний угол. Погром. На Лэмбле 3-0. Снова просто на опыте разобрался Ермоленко. Подождал Коноплю. Ну и тот еще одну изумительную передачу. Ихим демонстрирует. Теперь уже намарается. Просто в ногу вложил он мяч. Ну и тот сделал все, что было нужно в этом эпизоде. От штанги в ближний угол. 3-0. Подают штрафной номинальный гость. Ему решил разыграть Рашквард на Поггу. Матич из глубины. Ну, времени не так много остается у Манчестер Юнайтед. Нужно им что-то предпринимать срочно. Если они хотят зацепиться за результат в этой игре. Ну, Матич и Бойко на страже. Конопля теперь уже в защите. Обыгрывают. Ну, просто игрок матча. Рашквард. Не было положения вне игры. Отыгрывает Манчестер Юнайтед один мяч. Как-то проспали мы этот эпизод. Кто-то, ну, пяточкой. Просто Фред. Фред делает передачу. Скрытую передачу пяткой на Рашкварда. Ну, и тот вколачивает мяч в верхний угол. Бойко не удел. К нему претензий нет. 88-я минута матча. Заброс на Погба. Ну, проигрывает ему наш защитник. И второй забивает Манчестер. Ну, проиграна борьба один в один. Ну, и не думая. Погба просто стреляет в ближний. Слава богу, что остается не так... Не так много времени до конца матча. Ну, мы получаем право на штрафной. Уже в концовке матча идет 95-я минута. Будем пулять туда, в штрафную. Ну, и суде нужно давать свисток. Конопля прерывает передачу. Ну, и вот оно. Вот оно. Долгожданный финальный свисток. Берем мы свой первый трофей сезона. Первый трофей на английской земле украинского состава. Брайтон и Холф Альбион. Разочарование Гарри Магуайра. Ну, такое мы видим на его лице далеко не впервой. Что ж, празднуют, радуются ребята. Ну, заслуженно. Заслуженная победа. Заслуженный трофей именно этого состава. Ну, и эта игра. Солидная игра, да, подпоршенная последними минутами. Но в целом очень солидная игра на протяжении всего турнира. Кубковыми бойцами, где они проявляли и характер, и мастерство, и класс. Ну, эта игра, в принципе, до 88-й минуты вообще шла под нашу диктовку. Можно сказать, на классе мы обыгрывали Манчестер Юнайтед. Ну, и вот он, наш первый трофей на экранах. Сидорчук, капитан нашего состава. Должен поднять его вместе с ребятами с минуты на минуту. Ну, что ж. Вот он этот исторический момент. Поднимаем мы наш первый трофей над головой. Радость капитана, радость бойка. Рядом с ним Юхим Конопля. Ну, просто герой этого матча, пожалуй. Да, после неуверенных первых минут игры, Конопля показал просто феерическую игру в первую очередь на атаку. Что ж. Кубок Лиги наш. Работаем дальше. Ну, и пока в раздевалке у Эмбли убирают пустые бутылки от выпитого шампанского, стряхивают со столов пепел, выкуренных сигар. Нам предстоит еще одна работенка в Кубке Англии, где мы находимся еще, в принципе, в начале пути. Предлагают нам сыграть с Бертон Альбион на выезде. Ну, и матч подходящий для того, чтобы наши кубковые бойцы заслуженно отдохнули после феерической победы в финале. Ну, и, ну, и основой, конечно же, тут играть, наверное, грех. Соперник позволяет провести ротацию. Ну, давайте мы этим и займемся. Еринчук будет отдыхать. Нужно дать поиграть Артему Дольбику, который недавно присоединился к нашему составу. Супряга будет на замене. Мараяс останется дома. Что еще мы видим? Караваев. Караваев займет свое место на правом фланге. Слева Миша Мудрик. Естественно, так. Караваев немножко не нравится играть высоко. Это мы знаем. В опорной зоне у нас, в принципе, без альтернатив. Наверное, ну, как альтернатива. Либо Степаненко, либо Сидорчук. Сидорчук уже матч отыграл. Он отдыхает. Поэтому Степаненко будет капитанить в этой игре. Дирижировать обороной. Что еще? Еще хочу увидеть. Леднего на месте Шапаренко. Малиновский тоже отдохнет. Выйдет, пожалуй, у нас. Кто еще может выйти? Шепелев. Шепелев немного не нравится. Его позиция тоже. Что ему не нравится? Непонятно. Глубже хочет играть Шепелев. Но пусть играет немного глубже. Еще Трубин. Трубина мы немножко забыли. Нужно дать поиграть Трубину. Он уже подрастроен. Трубин станет на воротах. В защите, в принципе, у нас, ну, альтернатив немного. Ну, давайте. Сыграет, сыграет. Все-таки кубковые ребята. Потому что основе предстоит еще много матчей впереди. В чемпионате. Очень важный в чемпионате нам нужно наращивать. Кто там еще у нас может быть в защите? Левый защитник Корниенко. Давайте выпустим Корниенко. Он тоже немного засиделся на скамейке запасных. Ну, и Конопля. Конопля. Где наш Конопля? Герой. Ну, думаю, выйдет со скамейки запасных. Ну, что, в принципе, вот так вот. Хватит чудить, мудрить. Вот такой вот состав у нас нарисовался. Корниенко, Матвенко, Попов, Тынчик, Трубин на воротах. Степаненко, Леднев, Шепелин середина. Ну, и атака, мудрик, Довбик, Караваев. Думаю, этого с головой хватит для того, чтобы разбить Бёртон Альбион. Ну, а как оно получится, посмотрим. Довбик с мячом. Хорошая разрезающая передача. Опа, Сашка Караваев спешит к мячу. Караваев немного запутался в этом мяче. Передача, никто не успевает на мяч, ну и Шепелев наносит удар. Ну, пока спокойно мы играем уже через центр поля. Богдан Леднев, Леднев ищет. Ну, Леднев. Хозяева поля устремляются в свою атаку. Ну, как настойчиво. Это опасно. И Трубин пропускает, но он ничего не мог сделать. 1-0 повели хозяева поля. Ну, как-то расслабленно мы сыграли в центре поля. Дали игроку Бёртона пройти просто буквально до лицевой. Скинут мяч под удар. Ну, и расстреливают Трубина в дальний угол. Шикарный удар. Трубин не удел. 1-0. Что не мешает им выходить в опасные контратаки. Снова обрезка в центре поля. Не можем мы остановить этого. Уф. Шепелев с мячом. Ну, нужно активнее играть впереди. Ребята, слишком много мы даем моментов в хозяевом поле. Довбик. Подача. Ну, нужно забивать. Леднев. 1-1. Сравниваем мы счет. Ну, что ж. Довбик дебютирует пока что с ассиста. Результативное действие Артема. Ну, и Леднев замыкает его передачу. Быстренько, быстренько мы восстанавливаем паритет. Спокойно, спокойно. Спокойно мы выходим в свою атаку. Видит Степаненко мудрика. Но положение вне игры у Миши. Степаненко. Идет Тарас вперед. Встречают его. Смещаем снова акцент атаки на фланг. Подключается Тымчик. Передача на дальний. Ну, мяч сваливается в ворота. И воротарь переводит его на угловой. Попытаемся что-то изобразить мы с этого стандарта. Матвиенко боролся за мяч. И продолжает бороться Матвиенко на подборе Мудрик. Мудрик на мяче. Что будет делать Миша Мудрик? Он просто теряет его. Степаненко. Выгрызает мяч в центре. Заброс на Довбика. И тот. Просто ободнул его в ворота Довбик. Смотрим еще раз этот момент. Не стал подстраиваться под мяч Довбик. Нашел его просто своим лбом. И таранил воротаря Бертона. Но ненадолго пополк с мячом. Возвращает он мяч Караваеву. Караваев на фланге. Не стал уходить в обводку. Шикарная передача на Караваева. Тот простреливает. Бороться за мяч. И еще раз. Продолжается борьба. Но на этот раз Довбик. Снова пробивает по воротам Артем. И снова вратарь на месте. Разворачивается Довбик с мячом. Недолго думая. Ну хорошо работает сегодня Довбик на поле. Очень яркий форвард. Пополнил наши ряды. Караваев теперь смещается к центру Караваев. Передача на Довбика. У кого положения вне игры нету. Пробивает в ближний Артем. Ну и получают хозяева право на угловой. Подача на ближнюю штангу. Тут Мудрик. Это опасно. Нельзя давать пробивать. Слишком мало времени. Трубин. Подключение Корниенко. Что он придумает? Передача на Мудрика. Мудрик. Подсечка в дальний угол. Ну уж перекладина. И на этом дает свисток судья. Это финал 1-1. Ну и если я не ошибаюсь, то по регламенту турнира это будет переигровка. Ну а что нам предложат? Сейчас посмотрим. Да, никакой переигровки. Продолжаем мы этот матч. Первый тайм дополнительного экстра тайма. Что ж, Безус с мячом. Ну нужно выгрызать тогда победу. Ребята, не доводить ее до серии пеналов. Альти! Ну и слышит меня. Кто это был? Дайте посмотреть. Это Шепелев, которого не было видно всю игру. Не было видно Шепелева. В перерыве я сделал несколько замен. Вышел на поле в том числе Зубков. Ну а Шепелев. Шепелев остался играть. Ну и показал, что не зря. Безус с мячом также освеживший игру. Ну и вот и он. Вышеупламянутый Зубков. Рывается в штрафную. Передача и Довбик. Довбик. Есть ли гол? Есть гол. Довбик открывает счет своим мячам за Брайтон. Караваев на фланге. Прострел Караваева. Довбик с мячом. Разворачивается. Крути Довбик. Скидочка Сидорчуку и штанга. Ну как Довбик разобрался. Жалко, что не показывает нам повтор, как Довбик на пятачке разобрался. Ну и Сидорчук уже, кстати, тоже вышедший на поле. Сидорчук пробивает в штангу. Шепелев. Снова с мячом Шепелев. Ну, перекрыли все пути подхода к воротам Шепелеву. Передача на Тымчика. Тымчик удерживает мяч. Пытается обыграть своего оппонента. У него это получается. Открывается Тымчик. Еще одна мягкая передача, но он не доходит на доадресатор. Цвисток на перерыв. Ну, кажется, решили мы все свои вопросы. Хотя не буду каркать, конечно же. Натянаемый второй темп дополнительного времени. Супряга, вышедший на замену, получает мяч. Скидывает его немного назад. Перевод во фланг. Зубков пробивает в дальний Зубков, но мимо. Супряга играет с Шепелевым. Шикарно. Супряга получает ответную передачу. Ну, не удается у Супряги переиграть вратаря. Мяч уходит на угловой. Но, тем не менее, в ответ что-то вычудили игроки Бертона. Передача на Безуса. Положение вне игры. И финальный свисток. Все-таки преодолеваем это упорное сопротивление Бертона на их поле. Ну, хорошую игру, хорошую игру продемонстрировали хозяева. Пришлось нам попотеть. Ну и возвращаемся мы, наконец-то, к перипетиям английской премьер-лиги. У нас тут большие проблемы в турнирной таблице. Позади уже 26 туров. Не так уж и много игр осталось до конца чемпионата. А нам нужно решать главный вопрос. Вопрос выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон. И заветное четвертое место на расстоянии 4 очков. Но есть одна игра в запасе у нас, которую мы сейчас и сыграем. Играем мы на выезде с Newcastle United. Но тут уже без ротации будем играть. Боевым составом нужно брать 3 очка. Ну, эта игра не обещает быть легкой. Тем не менее, начинаем мы ее со своей атаки. Цыганков на фланге. Хорошо убирает оппонента Цыганков. Стреляет в штрафную. Смотрим мы еще раз этот момент. Навязали борьбу мы оппоненту в штрафную. Но тем не менее, смог он пробить. И Бущан кончиками пальцев переводит мяч в штангу. Снова попытка правым флангом выйти в атаку от наших парней. Цыганков. Хорошо, Еремчук убирает оппонента. И теперь уже его очередь стрелять по воротам. Дубровка на страже ворот. Ну и теперь уже на левый фланг наконец со своей атаки. Мы переводим игру. Еремчук снова. А теперь уже неудачно. Нерабочий левый стрелял Еремчук. По Воробьям. Отлично, отлично играем и в центре поля. Есть, есть. Зубков. Нужно решать. Зубков в ближний угол. Аккуратненько он кладет этот мяч. Гол. 1-0 мы повели. Очень важный мяч Зубков забивает. Вот такая передача. Это уже коронная наша разыгромочка в этом сезоне. На грани офсайда просто получает мяч Зубков. Ну и филигранно он обводит вратаря в ближний угол левой ногой. Мастерский, мастерский удар. Ну и теперь проваливаются уже хозяева по правому флангу. И Цыганков рвется к воротам. Цыганков нужно решать. Цыганков. Штанга. Продолжается атака. Еремчук на фланге. Пытался обыграть Роман своего оппонента. Не получилось. Но тем не менее мяч все еще у Еремчука. Ну можно было бы разыграть немного пошустрее этот мяч. Передача в нашу штрафную. Но тут этот мяч. Мяч законная добыча бущена в нашей штрафной. Ну и пока свисток на перерыв. Теперь уже на правом фланге атаки. Цыганков. Хорошая передача на Еремчука. Но не получилось пробить вторым касанием у Романа. Хорошая передача на ход Шапаренко. У того есть возможность ударить. Но в руки Дубровке. Митрович. Просто в 35 метров стреляет Митрович. Ну мяч убущена. Цыганков. Передача как будто бы была в офсайд. Но офсайда не было. Хорошо. Открывается наши ребята. Малиновский. На дальнюю скидочка. Шапаренко. Как по нотам. Просто казнили. Не указал в этом эпизоде. Казалось бы. Уже неудачная передача от Малиновского. Ну слишком он зарядил далеко на дальнюю штангу. Но разобрались наши ребята. Скидка наша паренка. Ну и тот спокойно замыкает его. Как на тренировочке. Мяч в воротах. Миша Мудрик с мячом. Вышедший на поле Мудрик. Спокойно играет по-гроссмейстерски. Мудрик пропускает мяч. Это был, кажется, Малиновский. Ну и увязли. Увязли мы в болоте обороны Ньюкасла. Ну и вот к чему это приводит. Быстро завладеваемый мячом. Снова Малиновский. Малиновский. Шапаренко. Пытается избавиться от оппонентов Шапаренко. Ну атака скидывается на фланг. Мяч у Караваева. Ну тут уже, не думая, Саша пробивал. Митрович подача. Тут очень внимательно нужно сыграть. Но тем не менее даем мы хозяевам. Все еще в атаке хозяева поля. Митрович. Ну как играют в обороне наши ребята. Здорово. И выходим мы в свою контратаку. Нужно перевести мяч на другой фланг. Здесь слишком кисновато. Это Шапаренко из глубины решает брать игру на себя. Шапаренко крутится, вертится с мячом. Передача на Малиновского. Стреляет Руслану. Снова, снова Дубровка. Что ж, последние минуты игры проводим мы их приятно в своей атаке. Шикарная передача на Тымчиках. Тымчик видит Еремчука. Еремчук видит Мудрика. Мудрик кого видит? Мудрик. Мудрик видит, подключаю всем, Николенко. Ответная передача на Еремчука нужно было пробивать. Роману не дают это сделать осмысленно. Ну, а судья дает финальный свисток. 2-0. Мы побеждаем и берем эти очень нужные 3 очка. Ну и что не менее важно и очень приятно, это то, что эту победу добываем мы, сохранив свои ворота на замке. Ну, давно такого не было, чтобы мы не пропускали голов. Очень солидно сыграли мы в обороне и в атаке. Хорошая игра. Надеюсь, так и будет продолжать в чемпионате. Ну, а теперь сумасшедший английский график не дает нам передохнуть, переносит нас снова на полях Кубка Англии. На этот раз встречаемся мы с еще одним аутсайдером английского футбола Fleetwood Town. Fleetwood Town приедет в гости к Брайтону. Ну, и будем проводить мы ротацию. Посмотрим, в каком состоянии наши кубковые бойцы. Они полностью здоровы, готовы. Ну, что ж, я думаю, они уже отошли от Бадуна, отошли от этого успеха, которого не добились в Кубке Лиги. Ну, что ж, теперь их ждет битва в Кубке Англии. Поехали. Ну, переходим мы уже в свою атаку. Наконец-то Ермоленко. Мяч под левой стреляет Андрюха. Просто пульнул он в ближнюю штангу. Смотрим мы еще раз на этот удар левой. Бабах! Сотрясает ворота Ермоленко. Но, тем не менее, мяч уходит, оказывается, на угловой. Руками сыграл. Руками сыграл в том эпизоде вратарь. Литфу Таун перевел мяч на угловой. Ну, а здесь он уже был просто бесил Безус. Просто дал ему в ближний угол. Ну, гости из ней робкого десятка уходят в свою атаку. Бурда. Ну, что вы там сбойка не поделили-то? Ну, хорошее. Ну, сегодня Ермоленко просто... Просто живица. Просто есть чем поживиться. Андрюша сегодня на своем фланге. Судя по всему, это одна из тех игр, когда проваливаются наши оппоненты. Ну, и Ермоленко выходит на ударные позиции раз за разом. Андрюша, смотрите, никто, никто. Ну, просто какой-то дезреспект. Думают они, что Ермоленко уже старый. Старый инвалид. Ничего не может. Не нужно его опекать. Но Андрюша показывает, что это далеко не так. Ну, какой удар. Просто красень. Ну, посмотрите на этих... Посмотрите на этот Флитфут Таун. Что они творят, а? Ну, смотрите. Оппонент настроен серьезно. Два гола их никак не шокировали. Идут они все равно... Все равно идут они в свои атаки одну за другой. Ай, какая передача на Безус. А снова опаздывает оборона Флитфуда. Безус. Ну, просто покатил мяч ворота. Ну, просто на контрасте с предыдущей кубковой игрой. Посмотрите, что делают наши кубковые профессионалы. Ну, просто... Ну, не чувствуют они соперника. Безус. Безус. Ну, просто как на тренировочке. Снова Ермоленко получает мяч. Снова никто не успевает за Андрюша. Андрюша, что он будет делать? Убирает под левую. Ну, накрывают. Успевают. Успевают за Ермоленко. Да, ну... Зато есть адресаты на... Ну, ай... Пыром уже стрелял Коноплянка. Попадает в руки сопернику. Пенальти назначает судья. Без жалости. Но Флитфут Таун мог и пожалеть, конечно. Потому что горят уже гости. Горят. Ну, там скорее не в руку. В Писюна попало игроку Флитфуда. Но, тем не менее, пенальти. Ну, что ж. У мяча Ермоленко. И тут нужно поразмыслить. Будет ли пробивать Ермоленко. Либо дать... Ну, ладно. Пусть пробьет Ермоленко. Пусть пробивает Андрюша. У него сегодня идет игра. Ну, и ладно. Морайс. Ну, совсем не видно жунивера. Но нужно дать ему забить галешник в этой игре. Жуниор. Снова пытается перебросить вратаря. В 150-й раз в сезоне не получается. Заканчивается уже первый тайм. Проводим мы его с мячом. Коноплянка. Отдает на фланг. Соболь. Соболь. Прострельщик на дальнюю. Морайс. Заталкивает мяч в ворота. Но положение вне игры, судя по всему, у жуниора. Свистит судья. 3-0. Первый тайм. Ну, такая легчайшая игра пока что. Морайс решил сам все сделать. В итоге начинаем мы второй тайм. И попадает в штангу жуниор. Я вам скажу. В очень открытый футбол пытается играть с нами футбол и раз за разом мы их за это наказываем. Просто легко выходя в свои атаки. Но гости все-таки, как я уже не раз говорил, не из робкого десятка. Пытаются не пробивать по нашим воротам в ответ. Очередной забросик. Уже ничего не выдумываемого в атаке. А зачем выдумывать, если все получается? Морайс вот так акробатически замыкает свой же этюд. Дорисовал его Морайс. Вроде бы казалось, что рисует он уже какую-то ерунду. Бьет мимо ворот, как обычно, Морайс. Но в итоге нет. В ближний угол поражает жуниор. Ну, хорошо такое, акробатическое такое исполнение Морайса. Мяч в ближнем углу. Передача в глубину. Штрафной на подборе Безус. Скидочка на коноплянку. Тот стреляет. Морайя с коленом. Братарь берет этот мяч. Мордон на фланге. Убирает мяч под правую. У него не решается бить игрок. Липотал. Ну, вот теперь он уже в штрафной нарисовал себя. Ищет свой момент. Попов просто загребает этот мяч. Ну, и Бойко вступает в игру. Что судья? Судья наш, судья с нами. Ну, и давно не было атак левым флангом. Коноплянка совсем пропал с радаров. Вот теперь уже передача на Безуса. Безус скидывает на коноплянку. Ну, и Женечка плюнул. Красивейший удар в перекладину. Пилкинтон. Хорошая передача на дальний угол. Ну, Бойко как змея. Просто рефлексы Мангуста. Пробивал серьезный удар от Мортона. Мяч летел, ну, в штангу. А может быть, его рот, ну, Бойко как сложился. Красавчик. Юхим Конопля получает мяч на фланге. Ну, судья дает свисток. Заканчивает он это избиение без дыханного тела. Флитфу Таун. Да, приехали погостить они к нам. Но поступили мы с ними немного негостеприимно. Но, извините, что есть, то есть, как говорится. Ярмоленко на наших экранах. Показываю, что жуниор Марайес отличился двумя мячами. Ну, что ж, молодец. А мы уходим по трибунному помещению. Что ж, еще одна простая прогулка в Кубке Англии до наших кубковых бойцов. Там у нас все идет по массу. Ну, давайте одним глазиком на концовочку заглянем в турнирную таблицу. Посмотрим, как там у нас делишки. А делишки мы видим у нас вырисовываются прям-таки не очень. Идем мы на седьмой строчке. На четвертый уже опустился Ливерпуль, который опережает нас на 10 очков. Вроде недавно мы отставали от Челси всего на одно. Но мы видим, что аристократы наиграли уже на три игры больше, чем мы. И, судя по всему, они все их выиграли. И опережают нас теперь на 10 пунктов, как и Ливерпуль. Идущий четвертым, но сыгравший всего на две игры больше. Ну, поэтому целится она, наверное, все-таки в Челси. И все эти три игры, которые у нас в запасе, нужно выигрывать. Ну, просто не оставили нам шансов на осечку. Вот такая вот ситуация в турнирной таблице. И предстоит нам матч с еще одним манчестерским клубом, с горожанами, которые идут вторыми. Заруба на этих от. Ну, ее мы отложим уже на следующий выпуск. Его мы начнем, как и сегодняшний, с битвы против Манчестера. Ну, а на сегодня будем заканчивать, ребята. Большое спасибо всем тем, кто смотрит эти ролики, кто смотрит их до конца, проявляет свою активность, оставляет комментарии, свои лайки. Спасибо вам, ребята. Это очень важно для меня и для развития этого канала. А также хочу сказать спасибо всем тем, кто находится на передовой в прифронтовых городах. Спасибо вам, ребята. Держите удар. Спасибо вам за защиту нашей Родины. Хочу передать им всем привет и искренние пожелания успеха, благодарности. Реально, если кто-то смотрит эти ролики, у него есть возможность передать эти пожелания кому-то из ребят на передовой. Передайте их, пожалуйста. Что ж, держимся. Мы ждем нашей победы. Всем привет еще раз из Одессы. Слава Украине. Слава героям. Увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова